Всем привет! Сегодня мы коснемся колористики, только колористика у нас будет леклером DSB, ее зачупать. К сожалению, воды именно нет, так что сама колор вся технология как бы одинаковая. Ладой буду дома тренироваться, если договорюсь о том, чтобы она у нас была в нормальном исполнении. Вчера мы по теории погуляли, обсудили, позаписывали себе формулу, сейчас по тем, по которым будем сливать. Пока что две краски, если будет получаться что-то, будем дальше идти. Ну, я уверен, что нам и... А что две? Три. А что у тебя две записаны? Одну мы не записали, мы ее оставили. А, она в программе осталась, понятно. Вот, то есть у нас вот три цвета есть, три вот этих. А какой проще, с какого лучше начать? С соли. Ага. Ну, короче, по порядку пойдем мучиться. Ну, я уверен, мы хоть бы одну сделаем. Нормально. Наливаем то уже в коррекцию, да? Ну, то, которое нам 94% оказалось. Ну, нет, вы наливаете две, мы две выкрасим и посмотрим, какая разница между вот этими, грубо говоря, близкими корректировками, да? Ну, ладно, пока накапаем и намешаем, потом посмотрим, что вообще, ну, что мы сделали, когда выкрашивать почему. Самое, по сути, интересное, мы сейчас пока что просто, ну, слив делаем и проверяем его. То есть, пока что прям такой какой-то интересный движухи, ну, супер не будет, все это сделали мы как бы не раз. Опа-на, ты уже завалил, я и камеру включить не успел. Да. В общем, у нас есть две булочки. В одной красит Саша, у него краска просто, когда спектрофотометр сделал снимок, то, что он увидел. У меня краска то, что... У меня больше? Да. А, 96, да. Это то, что спектрофотометр, то есть, я развел по той формуле, которую он уже отредактировал, то есть, типа, улучшил. Окрашиваем сразу две на серой подложке и на белой подложке. Два с половиной слоя. Так же, что мы сделали? Да. Может быть, три с половиной, если, ну, будем видеть прозрачности. Это, опять же, это будем мы смотреть. Для того, чтобы можно было оценить именно, ну, выкрывистости на белом и на красном. Ну, это тоже такое субъективное, то есть, можно добить там пятью слоями, и не будет никакой разницы. Но, опять же, это типа неправильно. Ну, как типа, это неправильно. Да, делаем темно-серая и светло-серая подложка, для того, чтобы корректно подобрать. Да, корректно подобрать, то есть, то, как завод. Типа, ну, как бы максимально скопировать то, что было на заводе, потому что, ну, формулы пишут рекомендацию по подложке. Есть, открываешь, там тебе указывается темно-серый грунт обязательно. То есть, темно-серый, два с половиной слоя, ты получишь встык. Будешь умничать, будешь переход делать. Ну, как-то так. Процесс интересный. То есть, мы не просто сейчас попробуем выкрасить. Мы потом, есть у нас краски, которые мы будем доколорировать. Может быть, даже эти будем доколорировать, если что-то будет не получаться. Лампу нам включили, поскольку цвет солидный. Говорит, ничего страшного, для ускорения можно. Просушивать металлики лучше не греть. Интересное еще решение такое. Я такого не видел. Ну, я опять же, что это видел в этой колористике? Опа! На магнитике. Я сразу две пластины склеил, мне так удобнее, чтобы не красить долго. Два с половиной слоя я попытаюсь. У тебя в три на белом чуть-чуть видали? Да. Я попробую именно нормально, потому что это первый слой не провалил. Получается реально, что на темном сразу пропадает. Ну, тут уже закрыто нормально, а тут еще светится, даже тут светится. Кстати, а что там твои, давай глянем. На твоих тоже. Тут закрыто, а тут светится. На светлом даст. А на светлом все видно еще. Вот тебе и потом эти рекомендации говорят, красное на белое кладите. Да, или когда есть протиры, когда они неравномерно укрыты грунтом, и есть где-то протиры, там светленькие, и вот эти пятнышки они светлые. Это не в том делу, что можно красить на... Можно, когда оно равномерно все. То есть здесь делаешь равномерную подложку, и все так слегка вылетает. И манишь. Да, да. Ну, не так, что там пятнышками идет. Если есть пятна, то есть как то, что они будут покрыть. Так, выкрасы подсохли мои, я их залакировал. Так, белое, это что справа. При этом освещение, ну сильно разницы, ну не видно. Мы сейчас пойдем под лампы и посмотрим. А ну-ка, где белое? Сейчас расклеивай. Аккуратненько. Так, ну эти подписаны, что 94. 94. Давай их между собой, мне интересно сравнить. Это белое? Да, это белое. А ну дай мне мою белую. Вот это я залакировал, да? А ну клади их. Есть. Ярче моя, чище. Ну видно. И укрыто все равно лучше. Я все-таки лучший пролив. Я их между собой сейчас на элементы вообще не смотрю. Это мы под каким светом смотрим сейчас? Не знаю точно. Ага. А ну ту положи, другую. Нет, ну другую, мою другую. Нет, не то вообще. То есть на разных грунтах. Больше? Да. Она темнее. Сейчас одинаковые подложки смотришь? Нет, я смотрю на бок. На бок твоя темнее чуть-чуть. У тебя слой больше. Ну моя чуть более светлее вот этот тест. Ну у тебя другая краска как бы. А, точная. Ну аааа. Ну чуть-чуть. Давай ближе, но с толщиной не угадал. Кто? Кто? В смысле не угадал? Ну смотри. Много? Да. Ну три слоя. Она такая вот. Ну в смысле сейчас вот этот слой убрать вот эту вот грязь и все будет хорошо. Убрать что именно грязь? А то есть добавить 45? Ну или просто убавить. Ну не добавить изначально его. Ну свое такое. Ну я к чему. То есть сейчас то что у меня осталось можно добавить просто 45-го. Ну основного компонента и больше ничего. А сколько добавлять? Как определить? Сколько? Посмотри. То есть он тебе сейчас сделал где-то 7% увеличил. Где моя формула сейчас? То есть в моей формуле там было 62, а у меня 66. Вот 4 грамма. Ну еще сколько вот надо бы добавить? Ну примерно 4%. Из-за того что ты сделал тест допустим 20 грамм у тебя осталось 80. Угу. А где-то ну грамма 2. Угу. То есть буквально еще вот этот шаг один и все. И по сути можно выкрасы отдавать. Понятно. И просто я тебе там взять чуть-чуть она. Переслоил да? Да. Переслоил. Она чуть-чуть мутнее то есть. Намного то есть. Угу. Это у нас какой? Тон ты видишь? Подходит. Угу. Угу. Потому что вот этот тон более фиолетовый. Угу. У тебя более рыжий. Угу. 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 Ну да темно темновато. Угу. Угу. Это у нас лампа да уличная? Уличная. Которая обычно наоборот клиенты рыжут смотреть. Угу. Ну тут и первая его неплохо смотрится. Нет. То есть у нее бок он более фиолетовый. Более. Ну он чище, чем улыб. Ага. Но более сильнее. Ну вы взяли на темных подводах? Да без разницы. У меня тут будет и череда. Угу. Угу. У тебя вот сейчас видно да? Чистота. Нет он чище, но он более синий. Угу. У тебя более рыжий. Угу. У тебя слойность так было поменьше сделать. Три слоя так же как у него. У него кстати не три, а он первый положил. Легче. Я первый положил полный вообще прям мокрый. Второй мокрый. И третий мокрый. Три сад у Крыма. Да. Ну а я обычно делал 80-80 там 20. Ага. Ну то есть не стопроцентно я скажу. Ну а я влил. Ну да и на деталь тоже вливал. Ну да и на деталь тоже вливал. Ну на детали так не вливал. Я думаю поделил. На деталь процентов 60. Ну первую да. Все равно не в залив так сплошь. Да и потом уже. Да и потом уже. Да и потом два и половинка слоя. Хорошо. Мы определили что нам нужна светлая подложка. Да. Мы красим полностью элемент. Да. У нас есть прокиры. Мы обклеиваем здесь валиком по краям. Наносим светлую подложку. Светлая подложка напыляется на края. Мы красим. Когда расклеиваем у нас там ты получается беленькие полосочки. Нет. Так а зачем ты наносить эту подложку будешь? Или только на пятно ее да? Пятно. Пятно растянуть как бы да. Тень. Ну там где. Должна быть четких границ. Вот и все. А та задача. А и оно его растянет потом. Ну то есть если там малер взял погрунтовал там. Ну как обычно после штифовки у тебя получается четкие грани. Эта грани у тебя перед допустим нечей такого цвета. Ну креста. Ее не должно. Разбытая должна быть. Тогда ее не должно. Ну. Что дальше будет? Дальше следующая. Вторая. А следующая у нас все есть. Ну у нас скорректировка уже записана она. Давай глянем. я уже начинаю теряться. Вот реально. Я подожди. А где 94%? А это сразу как-то корректировано. Да да да. Какая? А блин. Дневной свет. Уличный. Ну краснее она. Рыжести какой-то нет. Или грязности. Вот я не знаю чего нет, но я вижу чего не хватает. Сейчас. Я вижу что мне не нравится, но чего не хватает я не понимаю. Нету рыжисти какой-то. Это что у нас тут должно быть? Рыжести. У нас много там рыжей. Нет. На белой подлошки. Она бледная. Это была бледная. Она бутная. Это было бледная. Ну просто еще. промочить да рыжий а что дает режисс там у нас много там три компонента который на это работают и как и все три надо или как-то он дай форму и тут вообще не то то есть это как-то лучше для там на темном грунте мне на светлым что-то нравится да блин светлее красный что-ли ох какой зернышка зерна не хватает количество или как разворота раз видишь я вижу может быть чему может вот корректор даст разворот его не даст бы еще раз объясняю хлоп корректор работает у как вкус такой минус поднимает серебро и уменьшает количество и выставляется у нас оптаны так светлой то есть нам надо наоборот его у темнете хорошо в каком порядке тогда корректировка сейчас ну типа надо делать сначала зерно вместе с чем-то или по каждой по отдельности а вот мы сейчас вы пообедаете по нас и ты желудок и не скажете в честно на черный а чуть 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 черного это сколько чтобы на 50 грамм ну реальных ну тут и как понимать насколько вообще чуть чуть это же у нас по сути вроде неплохо но это как 2 контрольный запасной да будет ну короче мы одно откорректировали откорректировали до 2 часа следая туда уйду где мы были мы определили что мы делаем на белом но лучше подходит мы определили что у нас не хватает там золотого формуле переписали золотого добавили больше было 27 сделали 5 и 5 замешали в стакане после того как замешали в стакане даже просто глянули решили разделить пополам тест сделать первый этот и во вторую половину добавили 0 3 черного то есть мы сразу сделать два типа выкарса и тогда уже четко будет понятно куда мы пришли пошли а разбавитель по вот по 40 какие все быстрые это уже лучше чем те и туча дай который дал он нету которая старая из первых заходов это да мы выбрали нас дома или верила свет вам то что мы добавляли просто чуть-чуть это не с черным лучше сложно светлых но она дайте бы это темнее то что я говорю лишь недостаточной яркости выжить и посмотрим да то есть она все равно потусклее смотрим чем машина если как раз 76 компания тот которого нету в тут но вот он на месте на рыжий который нет формул он получился есть мы как раз вот на вот этот рада за рыжие должно . и темный блок . черная получается вообще бы участь не в тему смотри я очень светлый бок ну тогда она не она черненькая черненькая ухты на бог хорошо там черт 0 3 грамма всего лишь я как по мне так вообще такие а если вы это еще того рыжего добавить они вышли еще уши будет по себе говорю она сейчас гладкая из-за того что из-за того что 400 не хватает этот яркости на на лицо сбоку на новую хорошо в лице до темновато получается но яркость монеты вот этого отблеска зерна она это темновато на то есть ты смотришь она темновато на лицо из-за того что она сама светлая то есть каждую если брать эту с расчетами так оценят она темновато не хватает рыжисти тот 420 компания как раз он иначе яркий на лицо вот его видно да то что его не хватает золотинки и ты ну так но в лицо так хорошо под этим светом и плохо тоже нормально чуть-чуть то это убери вообще ну залачины красота за руку на бог да в лице чуть-чуть короче в переход вообще а вот под этим светом видно что он не хватает рыжего вот вот не хватать и тебе сейчас принесут прям поймешь что еще у нас есть что у нас есть этот цвет под этим светом а все равно она такая получается мутная какая-то право я его включу вот этот который изначально вот да вот его не хватает вы под этим светом четко их ну видно покрывает другой ссылка включаешь оп-оп-другой это он знает что его не хватает а я не знаю что его не хватает его чё делать если я вижу что его конкретно то формуле нет я буду ходить по кругу ну формуле то его нет я буду даже не думать об этом поначалу видно что рыжего не хватает но у меня там в мозгу крутится что только из того что у нас есть я буду работать это основа мы можем отсюда что-то выкинуть прибавить вот это надо запомнить короче просто ну получается что все что вне основы если мы даже рискуем то это надо вообще делать по так у нас утра следом какое утро не видно обед следующего дня давайте глянем на эти на дневной свет время-то прошло ночь в общем у нас сейчас еще надо одну формулу испортить вот потренироваться это последний я вроде бы да этот который мы решили еще добавить рыженького но что-то вот теперь темноватая она стала за ночь она и была не не совсем идеал у нас не вышло то есть это черного в лицо у нас было черного много в лицо дело о том что вот так вот в лицо ну все равно видно отличие конечно она включить другое освещение вечерний звон тогда ты на одном месте хоть подержать и крутит и крутит я не знаю как у тебя как у тебя так мозг работает и крутишь четко дрожжение но черного много ну давай включай завтрашний день черного много в лице то есть у нас была одна много добавляли оранжевая а в другую еще и черного мы добавили а где такое вечерняя вот было фонарь выбираешь какое время суток отдавать машину ладно все смешно ха ха но здесь мы решили туда добавить оранжи желтого вот этого темно-желтого серебра этого оружия она сбоку кстати нужен теряется как мне кажется а в лице вот отсюда ну блин вообще чернота чистоты вот это нет яркости какой-то вот именно да а яркость нам даст красный чистый ряд ну красного или какой то есть не хватает его поэтому взять чуть-чуть у того что мы смотрели эту банку да и будет нормальный короче один шаг еще ну сейчас другую сторону шагать будем ты нашел а если сдавать с метра вообще нормально давай бросаю ту теперь у нас вот это с первого раза у нас написано 77 процентов дал нам фотоаппаратик ну тут тоже он 419 немало этого рыжего сейчас поглядим а ну давай разворачивай веера по номерам пока мешается процессы по цветам 043 040 ну будешь по номерам чтобы пролистал где-то тут вот 043 в сторону 040 тут же вот нифига себе у нас еще есть халявные краски разводы четыре пять шесть семь восемь элементов она у нас рыжая щас принесем короче мы сейчас делаем пока тест без выкорсов даже не то что теста гиперанализ до сука колеровка так ну из того что реально видно вот это вот этого по идее в запасе ни хера не понимаю надо смотреть так 043 16 то есть 16 процентов 036 18 процентов ну да много 040 как не странно его не много вообще значит основного вот эти дальше чего еще много 419 золотого много вот так вот много у нас дальше чего еще много но халявные краски 088 это же заменители не заметили удешевите для 137 вообще мало чего-то 24 даже больше и 014 тоже вообще мало этих у нас троих много и троих мало получается что у нас очень сильно меняет вот этот компонент если ну чуть-чуть там в сторону плюс-минус на оттенок ну как оттенок розовину или чем будет в животе зло меня там я надо слить и пусть отмену понятно что слить ну и сольем то есть этих много они нам прям сильно да а эти тогда если мы чуть-чуть и не уколорируют а именно на лицо а как это понимать что они на лицо ну а этот на лицо ничего не работает тоже 6 зернышко нет работа краски красный 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 но и вообще мало на 4 ну да 419 много 014 мало но он тоже там играет ладно то теперь сливать и понимать вот тут теперь его становится вопрос чтобы четко понимать какой у нас во флопе играет прям ну значение какой в лице тех что больше получается в лице ну допустим у меня лицо хорошо получилось но переворачиваем да добавляет оттенок чуть порыжее чуть посерее чуть ну там да по золотистее чудо но во флопе играет все то есть нельзя сказать что конкретной один из каких-то будет во флопе тогда поехать чем если баночка стоит стоит обнулило ты в перчатках а ты в перчатках ну давай я тебя буду подавать а ты будешь замешивать 0 43 ну так вкратце может тут доделываем ну как мы саша красят я периодически крашеная больше с камеры хожу итог полу итог итог все конечно круто как я вчера сказал когда уходил все поеда все понятно ни хера не ясно что-то в этом духе тут опыт 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 есть теория которую ну дают и дальше думай так как сказать ну не то чтобы думай а развивайся потому что в теории одно то есть там пиктограммки обозначения прозрачная непрозрачная во флип во флоп мутность темность грязность светлость вроде все круто понятно но ни хера не ясно поэтому портить портить еще раз портить где-то в этих гранях искать чего идеально подходит а то сколько слоев саш 3 и половинка еще как раз на всегда ну реально остается то есть прозрачность то что я даже отсюда вижу прозрачность это не наша ошибка это реально просто показатель плох плохой укрываемость и все то есть не надо стараться ее залить ну а если мы залили этот свет уже мы точно можем не искать в этой в этой выкраске переслоение дальше и но это пересло это уже лишний это неправильно короче все это неправильно то что делать выкраску укрывать ее закрывать 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 а потом пытаться что-то найти потому что я закрывал закрывал либо три с половиной то есть три с половиной даже край все дальше дальше мы не лезем а на перламутре на белом на последнем слое белого ну имеет вообще смысл половинку делать 34 чили 4 ну там правило же 4 1 1 я имею за белый подложку до предложек три слоя а перламутр да там то есть у наслаивающий смотрят все понятно все дальше лак уже я имею ввиду дальше лак учет не ну колорировать ну а что мы сейчас выкрасим оно не то ну да оставь это взяли с собой ну так как взяли с собой просто пусть пусть будет так сказать глянем отсюда и еще и ничего пока лаком не вскроешь уже поздно таковое то есть еще да то что ну то что мы смотрим вот так это просто хоть красная ну красная ну значит можно работать дальше определить но я почему-то раньше мне никто не говорил а я так пока слой мокрый я мог глянуть хоть чуть-чуть прикинуть ну там где или не там может там суши пульнуть ну как таковое это некорректно да с точки зрения профессионального мнения это вообще бред нельзя так и на и по линейке мокрый смотреть тоже смысла не имеет особенно разбавленная база еще густой можно глянуть хоть в том оттенке или никто давайте открою у меня две руки вообще два пальца свободное есть нет какая это серый серый грунт она выкинь вообще давай смотри да тут тоже красного нет получается здесь у нас много рыжего рыжего много из малого а нету красного чего красного она по зерну глянь этот сейчас количество зерна сильно рыжий да в лицо посмотри хоть до и гляну в количестве вроде адекватно и по размеру на листиль на включены на детали более спокойно более лежачий на год так это может и посреди серебро вану а что у нас крупное серебро это вот этот 137 виден и ну понял вот серебро да как я не пойму какой тут два таких вот вот глянь и вот это и вот это и вот это не вот алюминия нет а кстати датчатами вот это она прекрасно торчит то она 94 алюминий сколько его было а его 3 9 его немного 137 вот вообще нету фактически и 014 тоже вообще нет ну да алюминия больше всего 39 419 23 красноты не хватает 040 не хватает красноты красноты 040 его там немного 2 и 1 вообще ну чистый выбрать по блеску чистый вроде как до убрать алюминий чуть-чуть ну что она видишь блестки смело здесь здесь но это можно убрать даже давлением прилить просто мокротой ты их уберешь чтоб сейчас нам не увеличивать весь объем на плене но все равно они но это под этим светом 2 свет переключим на другой белое накаливание лампы лишь все нет алюминия он тебе не мешает красоты просто теперь никого рыжий сильно алюминий но притопим его допустим сейчас не могу пока увеличивать объем весь все равно эффектный слой ты делаешь и он все равно ну не ну сделай его мокрее как бы сидит и капот да убери пока эту мы определили что на это смотрим да то есть на опять же на она серый тут мы смотрим дай его на мочок сахар и не крути так быстро у красного нет он рыжий но чистый тоже чтобы убрать серебро это нам надо все наливать не на все то есть всего по чуть-чуть добавлять где 094 а серебро это же отдельно через внутри вот ну вот 094 чтобы его меньше сделать это на всего больше сделать а так мы пока можем 040 просто налить 040 и допустим может быть 043 сколько его кстати 043 16 и 5 она 42 и 1 япс 040 начал зла звонок чисто как бы пасть позерну до крупноватые она как-то более ярко выраженное такое повернуты а все поймой как по телефону это объясняет а так сбоку мне вроде бы и нравится ну то что красный вот этот я вот она смотри серость нам дает два компонента которые на лицо серые мы подрезаем серебро мы убираем если вообще есть форму выбираем вообще то есть он лишний у нас бы не фигасе 4 грамма ручка взять объясняю . спектрофотометр нашел близкую форму 77 процентов да это не идеал вообще короче нам блестит вот это вода но и серость на лицо там дает именно 2 серых они грязные вот для нас сейчас нам не хватает 040 у 43 040 оставляем а это просто прибираем количество 419 490 23 было на сколько убрать меньше на 20 до рыжей вообще а здесь тоже он есть но где-то как будто внизу его тоже надо будет то есть мы прибираем грязный компонент добавляем чистый компоненты чтобы у нас появилась такой насыщенность такая же короче эту краску же мы не колорируем мы должны делать другую посмотрели на нас свою формулу которую мы рабочие рабочие видно что она серая нам не подходит но оттолкнуться от нее потому что по оттенку нам походит просто мы увидели это вообще решили убрать от этого добавляет ну видно это серость видишь вот эту я вижу алюминию конкретно такой чистый красный это грязнова мы же так и решили сразу мы его я думал утопить его до саша так и сказал да тут его прям ну как он прям блестит и даже вот так вот сбоку ничего не блестит а тут блестит умеем если утопить то есть в эту формулу 043 добавил и 040 бы добавил ну попробовал бы для начала то есть я я не рискнул бы исключать алюминия это вообще пока что я верю спектрофотометра в этом смысле опять же имея опыт но я как бы сам бы мучился я по его топил бы увеличивал бы объем общий 1 1 1 040 смотри мы убираем серость наш грязный на у черта почти 4 грамма здесь 2 грамма у нас получается 4 и 14 оставляем он нам нужен как то на 19 2 3 грамма но это много 23 тут и 1 4 сегмента мы сейчас вадим что половину срежем 13 он грязный санда этот и добавим ого 10 10 добавил 137 а то есть мы не можем просто выкинуть мы если откуда-то выкинули где-то должны его нам вес нам вес надо сохранять сейчас а 0 88 также вот так ну понятно 30 33 по сути тут оставили оставили добавили оставили его добавили до этого вот это два раза добавили это ну 4 4 2 то есть по порядку на 40 2 раза 40 это точно даст нам красная до 419 получается урезали в половину ну и полна 10 из 23 на 10 и добавили их эти по сути 10 к 137 вот это нам нужны то есть мы поменяли как бы объемы просто по сути чуть скорректировали перевернули я думал я почему через спасибо то есть если мы где-то убрали то мы где-то должны это разместить я сохраняю как ну так я работаю я сохраняю объем стараюсь потом считать проще можно просто допустим выкинуть и добавить просто здорово и все на этом остановить мы все равно следует шагу поймем что нам не хватает что-то нет я добавляем мы по три грамма да ну если чё по 3 в половину я тебе будет диктовать на давать банку диктовать почему нет я имею ввиду при коррекции мы как бы добавляем по три грамма но это ну а почему по три тут вообще в одном 10 выкнули добавили в другой никак же не по три ну тоже я так не смогу сразу отсюда полностью выкинуть и туда сразу смело добавить я да я буду чуть-чуть постепенно выкидывать а потом при следующем шаге добавлять что ты понимаешь этот можно вообще убрать а этот вместо него добавить портим пошли пошли портить тихо нашу началось ты же не один тут ну мне неудобно вы видите это не стесняйся мы видим давали мяча вклюшим зерно интересного ту умерла ну да его нету потому что его нету просто форпуль ты вытри слезы маляра погнали разводить и красить и портить порты портить так сделали две выкрасы одну наизнанку чтобы нас полоса не отвлекала два с половиной слоя тут три с половиной слоя этих их светится хочу ты не под тем глядишь не под тем не надо я просто я кручу как себе крути как себе потом как я гляну как на такой скоростью что-то рассмотреть я хочу сначала видеть оттенок и так быстро у каждого мозг по-своему работает конечно этот лучше два с половиной реально вывозит они чище как-то у них не хватает не хватает чего то сейчас надо смотреть чего ну и она так лицо вообще хотя подожди вот так коричневая какая-то грязная яркости не там сбоку темная волне тут это вообще то сразу нет ну в ней вот есть что он сдавал и так по номерам конечно не на во первых она уже не чистят по зерну все огонь и вот это много ранее чем много ну потому что вот под 45 она вообще плохо вот на бок она лучше чем под 45 и в лицо она лучше чем под 45 это как понимать вообще это вот типа 200 но именно под этим углом то есть вот в этом углу уже нигде не вижу того чего его тут как-то лишь отражение отражение играть на 419 10 есть ну вот я вот этого там сейчас дофига я вижу 137 а ну да мы же его добавили на на 10 то пусть работает сейчас мне много вот этого 137 и вот этого 136 мы его не меняли так из того что мы поменяли увеличили 137 и очень а уменьшили 419 меньше ли этот и добавили чего 137 мы добавили этого уменьшили 420 40 добавили много 040 добавили больше 137 добавили больше то есть это то что больше остальное даже чуть может меньше а ну дай мне туда его положи просто его кинь и вот это с этим получается у нас его уточнило вообще в коричневость как будет ну да какой-то вот этот золотистый золотистый а добавили в два раза этого и вот этого и вот это с этим получается у нас его уточнило вообще в коричневость как будет ну да как по мне вот это было чуть-чуть оно и сбоку вот тем не вот это мы его добавили то есть он у нас в избытке уже так я же говорю моего убрать его ну а убрать его можно только добавив 043 потому что он светлость даст но он даст светлость он в красный 043 ты где 040 я вижу стрим тут не все продублировал но в этом и темпе то есть к 040 на 43 ближе он грязный грязный до позернул как бы он хорошо вот я буду дальше не разбирать что дает грязность это надо теперь идти к вот аудио твоего то и она нам не показывает 137 137 до 137 до 137 дает на бок коричневая на бок и в лицо это как раз от ограника это первого получает первого же правильность на 137 то есть он в лице и сбоку дает это коричневость а под 45 под другим углом вот то что я говорю он под углом под другим типа ну другой вообще то есть не то что в лице и сбоку вот он чудал а 040 040 040 040 хорошо кроющий довольно отчистый но тоже набок пишет этот коричневый отмеченный и 409 но этих у нас стало много очень а нам чем можно вычистить на 43 043 кроет но не чистоту даст а он у нас грязный получается это чистый но на бок серы добрый вечер мы приехали и это чистый но на бок серы а нет отключает откроет крутяк вот эту краску я вообще не колорировал бы вылил и заново надо стартовать из очень много вот этих двух реально много до 040 еще расскажу 043 043 его немного было но он просто кроет и фиолетовым отдает от красным 043 дает фиолетовым от красного это вечер вот так он чистый смотрится но сильно насыщенный даже отсюда насыщенность красного яркости ладно яркость к этому по красноте ну вообще похоже нету хуже не тонну но более яркий красный чем там а в лицо серьезно зерно золоте место какое-то сильно сильно говорить то более такой вроде утоплено это прям вот первый которого добавили который сбоку вот этот отрывает четыреста девятнадцатый клей мотива 014 014 мы не меняли дело в том что относительно первой формулы мы не меняли мы поменяли сейчас дает отмечу что мы точно поменяли что мы точно поменяли и окажет он поменяли и и вот это здесь осталось на своих местах 040 поменяли в большего два раза 419 поменяли в меньшую то есть вот этот забрали оттуда забрали оттуда золото как таковое он добавил до 137 причем добавили его 10 грамм больше взамен 419 10 граммов то есть вот он его у нас больше он у нас угол вот в это вот рыжую какую-то грязь мутную вот на грязную что то есть если мы сейчас много ну допустим ковырировать это надо добавлять это то что мы убрали вообще и добавить это мы уже добавили лишь она получается тоже грязь боковую ведет что просто 43-го чистый но он даст розовость но по сути но нам не нужно то есть у нас много стало вот этого много очень вот этого этого мы убрали можем как бы ну по логике попробовать просто этим подчистить он не вычистит и он уже не но сейчас еще раз 409 а блин на нем нет обозначения а где посмотреть обозначение 419 вот в этих вот тут то нет нигде ну 419 если мы его сейчас добавим он куда нас увезти может токов грязь уже в никах ну вчера нам не хватало золотинки а тут уже у нас там не золотинки не хватает сейчас сейчас я возьму компоненты бы это теряюсь да но мы его добавили много ну то есть его сейчас реально много вот как его сейчас ну 419 на 420 его типа ну формуле его нет ну короче понятно но я хорошо тогда вопрос эту краску вообще возможно вытащить еще я но на мутную культуру тебя мутные тебя не хватает яркости опять же на лице то есть ты смотришь тут грязь да сюда да здесь чаще чаще именно из-за того что у нас здесь есть компонент 420 но она вообще коричневая тут это это 137 ее просто убил ну а как вам сейчас 137 тут уменьшать просто увеличивать общий объем или это не нужно не хватает яркости в красном что ли даже прозрачности к красному я не знаю как объяснить это вот в том случае ту краску колорировать стоило бы или проще новую начинать когда разрабатывать форму у нас еще изначально формула которая как дал 77 процентов она плохая соответственно ты на базе этой формулы еще года то есть разрабатывать получается не можешь допустим 80 грамм добавить компонента поэтому я и то есть я про я проверил но слил 100-ку проверил надо вот ну как сейчас делать надо поменять этот вообще выкинуть вместо него добавить сделали а тут не нравится теперь что не хватает этой золотинки то есть то оставим и возьмем новую запишем то что мы наливаем будет уходить кстати может и если краска более-менее считается нормально ну когда есть ровно ровненько есть такие тетрадки колориста я не видел но это не в леклере в ты бери по моему есть там тетрадка туда-то номер машины краски и она разбирать венокс и папа шарова там и колорист ведется разрабатывать форму когда ты уже формула забыть и надо подогнать ее там мыши на объеме как вот тут у нас получается что формула приблизительная но она нам не катит если если я говорю 80 процентов падения там шаг 2 сделает формула готова то есть здесь именно приходится поработать с этим 77 это вместо какого уже и 0,40 заменили 40 50 ну вот то есть он естественно он грязный мутный у нас и ну есть 33 да он другой он более красный то есть на флоп то что у нас не получалось там да то есть ну но он чистый да но он чистый да чуть грязнее на флоп то есть нам надо добиться грязного хлопа и более самого чистого красного цвета да ага ну это ж все надо знать она бы не идентична должна быть но в общем похожа то есть то есть вот видишь малина становится так может свет другой выключите или нормально а зерно там что то как будто вообще его нету ну а зерно мы сейчас будем не искать и она появится ну понятно высветлится вы вылезет точка мы смотрим густую краску вполне возможно нам еще там надо было чуть-чуть добавить то есть это что полезно а ну вот именно зерно а плотность а 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 в вот вообще разного тут отсюда вообще он яркий какой-то да все мы путаешься с это стороны вообще яркий здорово стороны не хватает яркость если в лицах он вроде темы новогоднюю яркие отсюда гряды из-за того что какой металлик нам не подходит самую по себе изначально то есть если она так вот переворачивается 37 принципе изначально по себе сам грязный я уже кружу очищить мы такого же оттенка только 419 420 . а 419 тоже грязный серый нет насыщенности 420 на самом деле 420 производитель пошел недавно то есть эта машина свежая почему спектр показал формула нету формула до самого близкого которого нашел вот этот вариант эта машина производится в россии